В эфире трибуна в студии Мария Сидельникова и у нас в гостях член комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Волгоградской области Елена Владимировна Попова. Елена Владимировна, здравствуйте. Принцип адресности и применения критериев нуждаемости. К этим параметрам появилось в последнее время много вопросов. Неужели раньше помощь не носила адресный характер? Вы знаете, не всегда. Потому что когда мы с вами, наверное, после революционной годы начали строить, собственно говоря, наш свод законов в поддержку семьи материнства, детства, людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, мы старались прописать мер соцподдержки как можно большим количеством категорий и как можно в большем денежном выражении. И в результате мы получили такой перекос по регионам, что мы стали получать жалобы. Потому что, вы знаете, у нас действует федеральный закон, который называется о свободе передвижения граждан на территории Российской Федерации. И который гарантирует, что, в принципе, ухудшения быть не должно. И поэтому, когда мы понимали, что при переезде из одного региона в другой у граждан возникало снижение финансовых выплат, с чем они совершенно справедливо обращались к исполнительной власти, мы стали задумываться, почему, собственно говоря, вот этот перекос произошел. И тогда, собственно говоря, мы пришли вот к самой идее, которую мы получили в рамках поручения от правительства по проведению аудита мер социальных поддержек нашим всевозможным категории граждан, проживающим на территории Российской Федерации. И мы, как ни странно, увидели очень неоднозначную картину. Вот могу сказать на примере Волгоградской области. Достаточно было любому гражданину в пенсионном возрасте переехать на постоянное место жительства в Волгоградскую область. И этого основания было достаточно, чтобы обратиться в отдел соцзащиты за оформление выплата и получение статуса ветеран труда. При этом мы совершенно не смотрели ни возрастной ценз, ни количество лет, которые работник отработал на предприятии. Мы не смотрели на то, какой это был регион, наш это округ федеральный или совершенно противоположный. Мы давали статус всем ветеранам с соответствующими выплатами. Сегодня, когда мы начали разбираться, а как же это у наших соседей, мы выяснили такие подробности, которые, на наш взгляд, были очевидны. Это цен соседлости, это привязка именно к нашему региону, когда, собственно говоря, мы хотим же пополнить собственную базу НДФЛ. Соответственно, мы ожидаем, что человек должен работать на нашей территории, уплачивать налоги с тем, чтобы получать вот этот статус по выходу на пенсии. И когда мы начали приводить в соответствие вот меры соцподдержки, мы поняли, что на самом деле нельзя постоянно раздувать бюджет, накладывая на себя дополнительно обязательства социального характера. Постоянно расширять категории льготников и постоянно повышать сумму финансовых затрат. Ни один регион с этим не справится. Поэтому вот с лета прошлого года, мне кажется, все регионы подключились к этому аудиту, начали перепроверять свои льготы. И мы обнаружили те факты, к которым мы давно, собственно говоря, шли. С 2008 года на территории нашего субъекта мы пытались ввести в действие социальный кодекс. У нас не очень удачно это получалось. В то же время мы посмотрели другие регионы, которые завершили эту работу. И когда мы сравнили наши 223 категории, которые получали меры соцподдержки с социальным кодексом той же самой Тамбовской области, мы увидели, что мы далеко отстали, и нам нужно двигаться именно в этом направлении. Поэтому вот сегодня мы имеем социальный кодекс, который будет действовать на территории нашего региона в 2016 году. На наш взгляд он очень грамотно оформлен, потому что все абсолютно категории льготников мы разбили в 5 групп. Он очень легко читается, этот документ. И каждый гражданин, открыв свою главу, может найти себя, отнести к той или иной категории, прочитать именно тот пакет законов, который позволяет получать льготы и меры соцподдержки именно применительно к себе, и посмотреть перспективу, скажем так, еще не в том возрасте, когда он может уже на эту льготу рассчитывать, а еще находясь в трудоспособном возрасте. То есть мы говорим о том, что базу финансовую нужно создавать заранее, и нужно говорить с молодежью о том, что если они желают получать хорошую пенсионную выплату в старости, то у них должны быть не только стаж, а должны быть вот те самые пенсионные баллы. Поэтому мы говорим о том, что в итоге общение с нашими соседями из разных регионов мы пришли к одной и той же беде. Мы никак не могли сойтись на формулировке критериев адресности и нуждаемости. Потому что вы знаете, что у нас семьи с несовершеннолетними детьми, для того, чтобы могли они подтвердить законность получения статуса малоимущенной семьи, они могли обратиться в два органа. Первый орган, который курирует у нас жилищный кодекс, это Департаменты по жилищной политике. При обращении граждан для постановки на очередь в улучшении жилищных условий, они должны были подтвердить как статус по своему доходу, так и статус по малоимущности на предмет наличия недвижимости в семье. И вот этот критерий отчасти, мы считаем, он более справедливый, нежели тот, который мы применяли у себя при предоставлении мер соцподдержки всем без заявительного характера, на том основании, что достаточно было гражданину самому себя соотнестись с той категорией, которую мы в свое время 5, 10, 15 лет назад своими нормативно-правовыми актами позволили какие-то меры соцподдержки получать. И, конечно, вот эта проблема выведения, собственно, критериев адресности и нуждаемости, сегодня она все регионы сподвигла к тому, что мы ожидаем постановления от правительства Российской Федерации, в котором будут расставлены все точки над «и», не будет никакого разночтения и разного толкования в субъектах Российской Федерации, будет совершенно четко определено, на каких основаниях и по каким критериям именно эту семью мы можем отнести к малоимущенной. Но здесь еще возникает вторая сторона, оборотная сторона медали, когда мы говорим о том, что заявительный характер предоставления мер соцподдержки, который мы сегодня оставляем в редакции нового закона, он у нас должен быть подкреплен еще объективными документами. Потому что не секрет, мы сами в свое время, внося множественные поправки в Семейный кодекс, мы дали возможность нашим молодым людям лоббировать свои интересы и, скажем так, получать более высокие финансовые доходы, ну, в частности, если мы с вами рассмотрим такую категорию, как мама-одиночка, да, мы же с вами прекрасно понимаем, что молодежь пользуется возможностью, не регистрирует брак, и на основании гражданского брака ведет совместное хозяйство, имеет общих детей, но при этом умудряется получать пособие детское, так называемое, в двойном размере. Вот мы считаем, что это несправедливо по отношению к остальным мамам, которые тоже проживают на той же территории, имеют точно такое же количество детей, но при этом имеют официально супруга и имеют сумму пособий в два раза меньше. Вот на наш взгляд две мамы в этой позиции совершенно ничем друг от друга не отличаются, кроме как вот тем документам, которые в свое время они нам писали, что брак не зарегистрирован. Поэтому сегодня мы вот посмотрели опыт Белгородской области, которая берет при оформлении мер соцподдержки у семьи заявление, в котором гражданин подписывает обязательство, что он не против посещения комиссии от отдела соцзащиты на предмет аудита жилищных условий, беседы с соседями и выявление вот таких факторов недостоверной информации. Потому что при подготовке социального кодекса мы очень широко проводили обсуждения в регионе и на площадке общественной палаты, которая сегодня у нас является субъектом общественного контроля, и при содействии общественных организаций, которые сегодня у нас в обязательном порядке входят во все общественные советы при профильных комитетах соцзащиты, труда и занятости. И, конечно, ото всех мы слышали вот это пожелание, что если мы начинаем меры соцподдержки урезать у кого-то и перебрасывать дополнительно кому-то, мы должны быть уверены 100%, что мы это делаем правильно в экономических условиях. Потому что не может семья, проживающая в особняке трехэтажном и имеющая во дворе два автомобиля иномарки, приезжать для оформления детского пособия, которое, как вы знаете, очень маленькое, составляет сумму. Это несправедливо по отношению к тем же самым многодетным семьям, которых мы должны поддерживать, и исполнительная власть должна вот эти все условия прилагать. Поэтому мы еще раз говорим, что сегодня по принятию федерального закона постановление правительства, которое будет разъяснять критерии адресности и нуждаемости, мы еще не получили. Поэтому регионы только готовятся к внедрению вот этого федерального закона на своей территории. Они могли перед этим проводить аудит мер своих поддержек семьям и разным категориям граждан. Но то, что мы никого не обидели при этом, мы очень надеемся. Потому что вы знаете, что в 2015 году мы с вами очень активно обсуждали 442 закон об основах социального обслуживания граждан на территории Российской Федерации. И вот как раз по принятии вот этого закона мы точно так же с вами дали право регионам на основании того постановления, которое было принято в рамках Российской Федерации о категории льготников, имеющих право на бесплатные социальные услуги, этот перечень расширять. И здесь вот регионы могли лавировать между своими минимальными размерами оплаты труда, которые приняты на данной территории, между теми категориями льготников, которые они за счет собственных средств могли расширять вплоть до двух листов, как это сделала Новосибирская область, или увеличить на 8 категорий, как это сделала Волгоградская область. Поэтому вот если мы говорим о том, что кто-то у нас остался за бортом, это неправда. На территории Волгоградской области по льготным категориям был принят повышающий коэффициент в полтора мрота. Это намного больше, и те пенсионеры, скажем так, люди старшего поколения, которые до этого не получали социальные услуги бесплатно, в 2015 году начали их получать как раз вот на основании 442-го закона. Поэтому, когда мы начинать будем с вами работать по закону о критериях нуждаемости и адресности, параллельно мы с вами будем работать по 442-му закону, который никто не мешает в 2016 году отредактировать регионам точно так же, как они это делали в 2015. Продолжение следует...